Здравствуйте! В эфире студенческие новости Казанского Федерального Университета. С вами Марта Луканина. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Страны разные, цель одна. Деревня Универсиады приветствует делегации со всего мира. Скоро загорится в Казани. Эстафета огня студенческих игр финиширует в КФУ. Генассамблея ФИСУ и открытие Международного медиа-центра. Что говорят почетные гости о студенческом движении и о готовности к летним играм. Корея, Германия, Таиланд, Норвегия, Эстония, Литва. Делегации этих и еще ряда стран встречают сегодня в деревне Универсиады. Спортсмены со всего мира заселяются здесь уже несколько дней. Во время церемонии приветствия делегации поднимают флаг страны-участницы всемирных летних игр. Кроме того, происходит обмен подарками, памятными сувенирами хозяев и гостей. Ну и, конечно же, все ждут прибытия в Казань огня Универсиады. Сегодня его путь проходит через Верхний Услон и Зеленодольск. Это последние пункты перед прибытием главного символа студенческих игр в столицу Сатарстана. Беговая эстафета по Казани составит 58 этапов. Финиш у главного здания КФУ. Там огонь будет храниться непосредственно до самой церемонии открытия Универсиады. 5-го числа огонь 27-го снижения Универсиада, прибывая в город Казань, где в ночь с 5-го на 6-го будет храниться на территории Международного информационного центра деревни Универсиады. Отсюда же 6-го числа до 10 утра начнется старт эстафета по городу Казани. Маршрут продвигается от деревни Универсиады по улице Мавлютово, затем проспект Обеды, Оренбургский тракт, улица Павлюхина, Салемжаново, право Булачное. Затем мы поворачиваем направлено к памятнику Мусы Далиля, это площадь 1 мая. И от Крымля в Волосе-Кремлевский финишируем уже главного корпуса Казанского федерального университета. Универсиады – это не только спортивные состязания. В ее рамках проходят масса культурных и официальных событий. О готовности Казани к проведению всемирных студенческих игр докладывали на заседании Генассамблеи ФИСУ. А для журналистов распахнул свои двери Международный медиа-центр. Альсина Газизова пообщалась с гостями. Эквадор, Колумбия, Кения. 163 страны-участницы Генассамблеи ФИСУ признали – Казань к играм готова. Горы встречают гостей обновленным аэропортом. Построено 36 спортивных сооружений. Кроме того, универсиада дала мощный импульс развитию волонтерского движения. 20 тысяч помощников, каждый пятый из КФУ. Так что армия добровольцев от Казанского федерального университета – самая многочисленная. К сожалению, я не был студентом Казанского федерального университета. Но если бы представилась возможность, я, конечно, с удовольствием был бы частью этого образовательного пространства. Потому что это всемирно известный университет. И с точки зрения научных исследований, образовательных технологий, спортивной деятельности. Вот таким, каким, с моим пониманием, должен быть современный университет. Если волонтеры помогают с организацией и проведением игр, то уже начавший работать главный медиа-центр станет настоящим подспорьем для всех журналистов. Один из масштабных объектов игр в Казани располагается на двух этажах западной трибуны стадиона «Казань-арена» и занимает площадь более шести тысяч квадратных метров. Ожидается, что здесь одновременно смогут находиться 800 представителей СМИ. В пиковые моменты во время церемонии открытия и закрытия игр посещаемость главного медиа-центра составит 1500 человек. Альсина Газизова, Алексей Игнатьюк. Новости на ходу. Они вернулись. 8 месяцев, два велосипеда и мечта о кругосветном путешествии. Это все, что было у Павла Грачева и Олены Хайрулина для большого похода. Их путь по радиусу земли наконец вернулся в исходную точку – в Казань. Супер-велопробег был приурочен к универсиаде. Наши журналисты все эти месяцы следили за передвижениями программиста и школьного учителя. И вот эксклюзивное интервью на финише. Во всяком случае, по маршруту, по которому мы проехали, люди теперь точно знают, что Казань – это не Казахстан. И что такое универсиады? Скажите, а вот какому еще спортивному мероприятию, Олимпиады, Чемпионата мира, универсиадам посвящалось кругосветное движение на велосипеде? Вы не найдете. Это уникальное, я считаю, такое событие, которое произошло. Вот наша Казанская универсиада имеет эти пределы кругосвета. Теперь, ну, можно уже определенно сказать, что мы принимаем участие в эстафете «Огня» 6 июля. Вот, и мы будем участвовать на своих велосипедах, в своей форме. Секретно. Да, и надеемся, что это привлечет опять же внимание к велосипеду еще раз. И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых актуальных событий. Всего вам доброго! Казанская университета Казанского федерального университета По данным электронных средств массовой информации Мы желаем всем спортсменам удачи на универсиаде. Всего доброго! Казанского федерального университета